Олег Шестаков родился в Чите и всю свою жизнь посвятил профессии автомеханика. Но вся она была перечеркнута в 2008 году. Попал в автокатастрофу. После аварии на автомобиле у меня получилась инвалидность. Но инвалидность я получил после 7 лет. 7 лет я все-таки работал. И нормально работал. Когда врач Юлия Анатольевна поставил мне на ноги, все было нормально. Уволили меня с нарушениями. В суде я дело проиграл сразу, потому что суд представлял юрист консульта с нашей управления Почты России. А у меня защитника не было. Сколько, куда я не обращался, какие организации, Минздрав, к трём уже министрам, после три министра, Сармолотов, Лазуткин, Давыдов, последнего Мироманова только не успел. И только одни, вроде обещания. Социальной поддержки, как рассказывает Олег, тоже не получил. Все его обращения заканчивались отписками. А эпилепсия и проблемы с сердцем начинали всё чаще напоминать о себе. Меня на инвалидность отправили в работоспособную. Мне было 54 года. Шесть лет я мог работать до пенсии. Люди на пенсии, то я говорю, работают. Даже врач сказала, да, он сильнее. Она у меня на одном положении как встала и всё. Единственное, что, ну, допустим, какой-то стресс. С ними же начинаешь что-то, напомню стресс и ситуацию. Да, и ухудшение здоровья. Давление повышается. И, кажется, бывают и приступы. Если нет, у меня этих приступов может и по три месяца не быть. Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчина начал искать себе работу, но везде получал отказ. Специалист-механик с инвалидностью не пригодился ни на одной станции технического обслуживания. С этого момента Олег закрылся от общения с окружающими. Но возникли новые проблемы. Всплыли внезапные долги за капитальный ремонт управляющей компании. Как утверждает Олег, без его ведома начали списывать часть денег с маленькой пенсии. Два раза сняли по 7 тысяч. Все. Вот мне принесли первый раз 10 тысяч. Ну, кто может? Конечно, или ТГК-14 опять за что-то, или управляющая компания «Форос». А где-то что-то точно, расчеты, именно распечатку. Никто ничего. То, что там 50% как по инвалиду положено. А то, что сейчас срок давности, три года прошло. А вот сейчас подали в суд. Я говорю, вот это. Я говорю, никто не учел. В управляющей компании со словами Олега Шестакова не согласны. Утверждают. Пытались договориться, но, видимо, друг друга не поняли. У данного гражданина, скажем так, задолженность возникла уже задолго. До того, как пришлось обращаться в службу судебных приставов в мировой суд. Предлагали гасить задолженность, возникшую по капитальному ремонту. Но, к сожалению, достаточно многие люди почему-то думают, что достаточно платить 50% ему как инвалиду. И это все. Ему пояснили, что по закону нужно оплачивать 100% в управляющую компанию, так как данный дом находится на спецчете капитальном ремонте. И после того, когда сумма оплачивается полностью за должность, ему выдают справку. И он едет в соцстрах и пишет там заявление. 50% ему полностью выворачивается. Из-за незнания всех правил инвалиды часто попадают в такие ситуации. Кто должен вести с ними консультацию и как строится эта работа? Мы решили выяснить в Министерстве социальной защиты края. Я думаю, что вопрос очень правильный. И мы нередко слышим замечания в свою сторону. Это действительно замечания. И сталкиваемся это при посещении муниципальных районов, что люди, несмотря на кажущуюся нам достаточно широкую информацию, которую мы размещаем о выплатах, о льготах, о том, какая льгота работает, что очень большое количество людей все-таки не знают или недопонимают тех механизмов льготных, которые существуют. Это некая такая мозаика, которая в отношении каждого льготника должна собираться. И, естественно, по личному желанию гражданина. И вот здесь я считаю, что нам надо усилить эту работу. И мы уже с новым министром это обсуждали, что все-таки усилить работу, объяснение гражданам вот этих льготных возможностей, которые предоставляются. Здесь этот шаг признается, потому что люди остаются все-таки в неведении. Будет ли такая помощь оказана нуждающимся? ЗАПТВ обязательно это проверит, а люди не дадут чиновникам солгать. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, Николай Жунков, ЗАПТВ.